здравствуйте друзья с вами рима канал рима кухня огород сегодня у нас и 25 марта хочу вам сделать обзор своей рассады начну вот с перца вот мой перец типа гагашар от валентина савелова перец как видите у меня рассажен по 2 перчика в одну емкость емкость я делала переваливала уже их в мешочке из-под молока вот они здесь создается очень даже хороший объем для перца загнут он на половину даже чуть больше половины объема там земли где-то сейчас 600 700 грамм после того как я их перевалила в такой объем перцем очень понравилось и они у меня стали активно активно расти хочу вам сразу показать как я делаю пакет из-под молока беру я его промываю здесь вот на донышко разрезаю сразу три делаю надрезы они где-то сантиметр можно чуть больше сантиметра я их вот сразу заворачиваю так как мне надо и уже в такому таком виде убираю на хранение здесь очень и очень хорошо пересаживать переваривать такую рассаду как перец томаты баклажаны для томатов уже можно развернуть вот этот отворот сделать поменьше чтобы объем был изначально больше этот пакет у меня литровый пакет литровый пакетиков собирается за год очень много потому что все равно в день за два дня вернее всего уходит на спачка молока так что за целый год этих мешочков собирается очень много так вот мои перцы так вот мои перцы так что всем рекомендую использовать пакетики из-под молока очень даже удобно сюда переваливать рассаду вот заодно покажу лампа моя фитолампа который дает фиолетовое отражение спектр фиолетового и розового получается такой серединевый спектр который очень даже благоприятно влияет на рост рассады перешла я на другое окно здесь вот у нас на окошке стоит рассада его здесь вот мы поставили стол здесь мы всегда вот возле этого окна ставим еще стол муж специально нарастил ножки чтобы стол был на уровне подоконника чтобы удобно размещать здесь рассаду вот мои томаты томатики здесь вот перцы эти перцы видите я посадила по одной по одному в стаканчик 400 граммовый из-под сметаны эти перчики у меня поедут самара выращиваю я параллельные для своей дочери она попросила в этом году чтобы я посадила по одному перчику в стакан напомню я всегда сажаю по два перец не боится загущенности когда он загущен он наоборот растет лучше здесь вот у меня сельдерей вот он так хорошо встрепенулся так хорошо пошел рост вот этот сельдерей который я пикировала как бы из маленьких стаканчиков 100 граммовых во емкость 300 50 400 миллилитров здесь там еще перчик вот для лили которые раз выращиваю а вот здесь вот у меня сидят томаты я их тоже уже перевалила в емкость из-под молока но отворот я сделаю здесь как бы побольше земли там уже видите он какой длинный побольше здесь я их тоже посадила по два но это я сделала специально потому что у меня был такой опыт довольно таки удачный я помидоры как бы сдваивала вот но они должны еще для этого подрастить чуть-чуть и я их как бы буду сдваивать потом когда вся эта значит прививка приживется я буду удалять одну макушку у томата который но более слабые так скажем и у меня получится томат на двух корнях как-то я делаю почти все свои томатики я однажды так сделала у меня было невероятно и мощные вот томатные кусты и было очень много там томатов ну для этого требуется конечно время усидчивость поэтому я в этом году сделать только 33 3 емкости только здесь вот у меня также находятся томаты вот это вот перец горький я их тоже рассадила хорошие емкости в мешочки и вот у меня здесь были вот литровые стаканчики такие из-под сметаны хороший объем тоже по две штуки но видите видимо сорт я вот вообще горький перец в этом году посадила наверно второй или третий раз только горький перец мы не сажаем нам обычно дает как говорится сваха уже готовый горький перец в этом году не дали семена желтый колокольчик горький перец и я вот решила их посадить они видимо вот относительно моих вот этих перцев видите размер имеет меньше хотя посажены как бы практически в один день видимо зависит от размер вот размер так сказать кустика перца так вот я вам еще хочу показать у меня здесь растет лук exhibition вот в этом году я тоже посадила первый раз никогда лук exhibition я не сажала но что-то захотелось тоже попробовать для ради спортивного интереса что же у меня получится я его один раз уже стригла видите уже здесь опять они отросли легли надо будет их постичь еще раз пострижки они не боятся и только даже как говорят знающие люди им стрижка даже идет на пользу пока они у меня растут 200 гробом в стаканчики посмотрю по развитию корневой системы может быть если понадобится я их пересажу в объем пол-литра вот такие бывают же высокие стаканчики пол-литровые если что я их потом туда переварю это вот очуток очуток мы тоже с вами у меня есть ролик сажали посмотрите какие они стали мощные здесь в пору наверное даже уже убрать вот обрезать макушки чтобы он немножечко утолщился и начал уже разветвляться снизу наверное я так и сделаю уберу им вот макушки сейчас они сантиметров наверное 12 высотой 15 вот ровно половину можно уже и убрать очутки я обожаю эти цветы у меня уже как я и хотела образовалась уже посажена целая клумба очутков это такое великолепное зрелище осенью прям глаз не оторвать так я пришла другую комнату это окно у меня уже северная здесь солнца практически не бывает и здесь я выращиваю и это петуния нравится в принципе здесь вот у меня петуния она вот тоже видите но здесь разные сорта кто-то побольше кто-то еще поменьше какие-то я уже подсыпала я уже там тоже ролик выкладывала как я делаю подсыпку петунии вот они у меня видите разного разного размера кто-то больше кто-то меньше это моя петуния петуния меня вот сейчас начала радовать а то немножечко я переживала она как-то отставала в развитии но ничего я ее подкормила два раза чем я ее подкармливала сперва я подкормила монофосфат калия плюс янтарная кислота потом через какое-то время я подкормила кальциевой селитрой вот моя петуния сажаю я порядка 80 кустиков у нас вот клумба перед домом такая длинная во всю длину нашего забора вдоль дома и там вот мне надо порядка 80 петунии поэтому вот я сажаю такое количество это вот южное окно на этом южном окне оно у нас большое окно длинное здесь вот три больших ящика у меня стоят тоже с томатами в этом году я посадила 90 сортов не знаю как я потом с этим справлюсь но решила вот у меня своих сортов было 45 и остальные 45 сортов у меня образовались по обмену мы обменялись с тремя подписчицами семенами и вот у меня образовалось 90 сортов вот я их уже как говорится распекировала присыпала землей до семидольных листиков это вот я сделал 10 дней назад и вот они уже так у меня встрепенулись и достаточно хорошо выросли где-то числа 6 апреля я планирую все это перенести в теплицу и там сейчас они у меня находятся в стаканчиках объемом 200 миллилитров и потом в теплице если все будет хорошо я их перевалю в объем побольше вот у меня вот этих молочных мешочков очень много и я вот буду туда переваливать и у меня еще есть хорошие высокие вот эти пол литровые стаканы ну это наверное уже садоводы знают наверное пользуются все этими стаканчиками очень удобные для перевалки томатов сейчас я вышла на лоджию на лоджии сейчас у нас 15 градусов и я сюда вынесла дежурные томаты вот эти вот этот и этот это у меня дежурные томаты так называемые которые я сажаю на всякий случай а это вот уже томатики ну которые вот мои сорта видите вот они сидят 200 граммовых стаканчиков рассажены присыпаны вот здесь вот здесь на окошке это вот южный загар тоже очень отличный желтенький такой томат вкусный сладкий а вот хочу показать вам капусту которую я сажала день назад два дня назад вот она у меня уже начала как бы прорастать вот два стаканчика вот видите я их уже убрала убрала я тоже туда на лоджии поставила сразу в прохладное место и капусточку вот они у меня стоят здесь прохладном месте для капусты это вообще идеальный вариант ну вот друзья сделала я вам небольшой обзор свои рассады на этом с вами прощаюсь всего вам хорошего удачи благополучия ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал кстати вам хочу сказать что у меня есть мой канал тоже называется рима кухня огород в теле телеграм-канал можете туда пройти подписаться на меня кто хочет со мной дружить кто хочет продолжить со мной дружбу приглашаю вас на телеграм-канал под видео я поставлю вам ссылку но еще раз всем пока пока удачи благополучия здоровья